итак добрый вечер еще раз мы начинаем наш вебинар на тему информационные окна microsoft access меня зовут завьялов андрей николаевич я преподаватель центра специалист прим готовим не баумна в нашем центре веду курсы по базам данных access по программированию макросов в среде microsoft офис на языке вебей ну а конкретно этот семинар у нас будет посвящен программированию или созданию без программирования различных информационных окон в microsoft access в принципе предполагается что хотя бы начальное знание систем управления базами данных access у вас есть ну а вообще я буду рассказывать какие-то несложные вещи которые можно за мной будет при желании повторить если это заинтересует дальнейшем то и освоить более детально поподробнее что конкретно мы разберем сегодня на этом семинаре но как обычно я стараюсь на подобные семинары вынести темы которые в общем то не входят в наши учебные курсы и примеры но тем не менее бывает интересно актуально на практике и рассмотреть эти темы не одним способом а несколькими способами решения сравнив какой вариант имеет те или иные преимущества недостатки чтобы уже потом планирует я хочу сделать так или вот это так то у меня здесь как раз есть несколько возможных вариантов решения и мы или по минимуму и по максимуму посмотрим а как это все реально будет выглядеть а идея заключается следующим информационные окна которые я хочу организовать будут делать такую вещь когда вы работаете в базе данных то у вас либо при открытии базы данных либо по определенному моменту времени а будет выскакивать сообщение с там различными оповещениями предупреждениями подтверждениями и тому подобными какими-то сообщениями о различных мероприятиях там ситуациях и так далее календарь этих событий вы должны естественно заранее подготовить то есть сформировать некую табличку который будет заранее все это занесено запомнил но это стандартными средствами access делается без всякого программе затем собственно подготовить нужно будет а саму экранную форму в которой это сообщение будет появляться здесь тоже есть какая-то возможность пофантазировать и сделать это разным образом ну а дальше а мы уже будем обсуждать каким путем автоматически открывать эти сообщения либо при запуске базы данных то есть открывая файл рабочей программы чтобы сразу срабатывала что вот сегодня у нас например такой-то знаменательный день напоминаем вам об этом либо второй вариант мы запрограммируем специальный макрос автоэкзек либо событие таймер и тогда у нас эти сообщения будут срабатывать программным путем либо опять-таки при открытии базы данных либо скажем каком-то времени или по интервалу время и так и так это все можно сделать но если говорить о вот этом шаге третьем открытие форма при запуске базы данных здесь даже не потребуется никаких макросов чем мы хороших с что в нем достаточно сложные и вполне интересное решение можно сделать ничего не программирование только используя стандартные настройки но вот поэтому таким образом мы и будем двигаться что вам понадобится если вы захотите это проделать вместе со мной это файлики который я выкладывал в виде архивов значит из архива а файлы для упражнения там базы данных май календарь и excel файл календарь 2007 это как бы вещи которые друг друга немножко дублируют ну и вот давайте тогда по порядку посмотрим что нам потребуется на первом этапе значит ну прежде чем к этому первому этапу перейти еще раз звучу основную цель которую мы здесь преследуем значит вопрос заключается в том чтобы создать базе данных access различные окна с сообщениями которые будут автоматически открываться либо при запуске базы данных либо по времени по какому-то таймер все это реально сделать но начали мы естественно должны эти сообщения где-то занести сохранить и поэтому первый шаг на наш это подготовка календаря как я себе это представляю мы с вами должны в базе данных создать и заполнить некую табличку календарь делать ее в принципе можно сразу в access но как я это делал я могу рассказать мне это показалось гораздо проще и удобнее заранее подготовить в excel но когда начал готовить то выяснилось что за меня уже давно это сделали сотни человек я просто нашел готовый календарь на 2016 год это не просто календарь я покажу исходничек который мне там есть это производственный календарь с названиями праздников с рабочим временем вот эксельский файлик исходный я вам покажу выглядит у меня так в нем табличка даты за весь 2016 год вот до 31 декабря а дальше второй столбец отметочка истина ложь которая указывает это рабочий день или выходной истина означает выходной ложь рабочий день но можно было обойтись и без этого столбца потому что следующая колонка рабочие часы и ноль часов значит не рабочий день если больше нуля соответственно это восемь рабочих часов или в некоторых случаях меньше там есть нас предпраздничные дни где сокращенный рабочий день ну и наконец указаны праздники официальные праздники этого года которые были утверждены у нас где там в думе и соответственно вот они здесь упоминаются но естественно кроме праздников мы можем с вами каждому из этих дней написать свои собственные напоминалки что сегодня день рождения у босса что сегодня у нас там не знаю праздник бухгалтера и так далее и тому подобное то есть это естественно заполняется но заранее весь календарик за год вперед можно уже занести чтобы даты присутствовали и какие-то отметочки рабочий выходной день там также присутствует вот эту табличку я изначально просто нашел готовую экселевскую или сам там заполнил это не так принципиально а потом ее перенес отсюда в базу данных обычным импортом поэтому если вы откроете исходный файл май календарь то в нем у меня ну собственно та же самая табличка календарь сейчас только включить содержимое надо потому что у нас будущем будут макросы это принципиально включить содержимое активное табличка календарь вот она заполнена аналогичными данными только единственное что за сегодняшнее число 16 января я сюда вписал не праздник а у меня это называется текст сообщения текст сообщения семинар по аксесс можно было и на завтра и на послезавтра такие же вещи запомнил выходной день у меня отмечается логическая отметочка истина ложь то есть вот таком виде присутствует вот это у меня подготовлена такая таблица принципе эта таблица позволяет мне сохранять некие сообщения предупреждения оповещения ежедневные и логично что сообщение из этой таблицы я буду видеть либо один раз в день либо может быть несколько раз в день момент открытия файла база данных то есть вот например как я себе это представляю сегодня у нас 16 января вот он не фильтруют из всей этой таблицы только данную запись и выводит текст сообщения на экран что сегодня семинар по аксесс например можно еще отметочку сделать что это выходной день если есть желание а в этом же сообщении чтобы она присутствует особенно вот эта табличка подготовлена ну а если вы хотите чтобы у вас появлялись многократные сообщения за один день например 10 часов утра вот это предупреждение в 12 такое-то в 15 часов такое-то это по хорошему надо сделать отдельную таблицу потому что у меня здесь логическая связь одна дата много событий и значит связь один ко многим будет таблица календарь с таблицей события за каждый день по 2 табличку в принципе можно подготовить отдельно вручную заполнять ее всю заранее не нужно а привязки к сегодняшней дате например я потом не могу ввести несколько значений на что я сделаю и создам еще одну таблицу делается это в xs достаточно просто на вкладке создание кнопка конструктор таблиц пустая новая табличка в которой будут следующие поля первое я сделаю поле с тем же именем как и в табличке календарь колен дата календарная дата но сокращенное такое название тип данных естественно не текст а дата и время дальше я хочу сделать так чтобы у меня было время начала и окончания какого-то события в этот день и предполагается что сообщения которые я буду видеть дальнейшем они будут у меня появляться если я попадаю в интервал от начального до конечного времени поэтому сделаю два поля с временем время нач назову и это тоже дата и время и время ок окончание имеется ввиду дата время ну и наконец здесь же у меня будет аналогично какое-то сообщение я могу назвать это поле также как предыдущем у меня предыдущий таблица текст сообщения это достаточно будет короткого текста думаю здесь вполне хорошо что еще а так как в один и тот же день мы скорее всего не будем на то же время ставить два разных событий сообщения это можно сделать следующую вещь двойной ключ то есть уникальная комбинация дата плюс время начала не повторяется у меня дважды значит вот это можно отметить сейчас на вкладке конструктор как двойной ключевой пункт я выделил две строчки учил ключ и таблицу сохраняя называю ее таблица на так буква т таблица события окей готова там вот она эта таблица события теперь заполняться она будет у меня так я ввожу дату ну например сегодняшний 16 число время там 10.00 не очень удобно писать секунду можно печатать окончание там в 11.00 это у меня текст сообщения будет нужно завтра предположим ну и так далее можно это заполнять но будет гораздо удобнее заполнение этой таблицы если я еще свяжу ее с таблички календарь чтобы меня было так календарная дата и на эту дату соответствующие здесь действие хотя вообще-то связь не обязательно данном случае то есть вот не знаю стоит ли не стоит ли это связывать подумаю сейчас одно если стоит то тогда я поступлю так закрою все таблицы и работа с базами данных захожу на закладку кнопка схема да здесь меня таблица календарь уже включена она была изначально сюда же перетаскиваю таблицу события и соединяю две даты календарная дата вот таким вот образом все соединил нажал ok теперь у меня будет так если я в календаре буду работать то по дате и будут подгружаться связанные с этой датой события и старой таблицы можно легко проверить как теперь это выглядит закрываю окошко схемы таблицы календарь смотрю появились плюсики 15 число ни с чем не связано а 16 пожалуйста связано с событием которое произойдет 10 00 там и до 11 будет происходить нормально есть такой момент значит это я здесь отсадил ну и тогда я могу сюда же добавить еще парочку событий например начало нашего семинара я могу написать 17 30 мы начинали но начинали с некоторой раскачки поэтому скажем в течение пяти минут нас там начало было начало семинар вот можно еще добавить время самого семинара с скажем 17 35 и до ну скажем он у нас до 19 это уже его окончание а мы сделаем так что последние там сколько-то минут это на дополнительные вопросы на обсуждение поэтому ну например 18 там скажем не знаю 40 18 30 это собственно сам семинар вот ну а дальше у меня опуская с 18 и до 19 00 вот ну и там можно еще что-то запланировать в дальнейшем но давайте все окончание еще запланировать с 19 00 и до ну хоть до полуночи 23 59 59 жж не очень здесь удачно так ну что ж вот специально сделал так чтобы у меня были события которые и уже прошли сегодня и которые сейчас происходят и которые будут в будущем чтобы видеть что из всех этих сообщений мне нужно вывести какое-то одно попадающее в данный интервал времени текущей маме есть да ну собственно первый шаг таким образом у нас уже выполнен мы с вами как раз это только что обсуждали подготовка календаря событий вот это можно назвать был бы шагом номер один вот такие вот есть да отлично если это получилось но в принципе для упражнений дальнейших достаточно даже одной таблички в календаре то что на ее примере мы можем посмотреть второй третий шаг но четвертый для него еще и табличка событий хорошо теперь двигаемся дальше после подготовки таблиц с информацией о различных сообщениях предупреждениях я переключаюсь к командам создания экранных форм для вывода сообщений тут можно обсуждать опять-таки несколько возможных вариантов но я сторонник того чтобы на первых тарах воспользоваться теми стандартными окнами которые предлагают у нас программы microsoft xs и создать какие-то простые окошки с сообщениями буквально с помощью мастера ну в данном случае мастер форм не все настройки здесь сделать корректные и поэтому что-то придется подправлять а так как у нас возможно два варианта сообщений сообщения и ежедневные и сообщения которые возникают в течение дня там различные то это будет две разных экранных формы поэтому я вначале создам а ту который будет раз в день там ежедневно появляться сообщением о том что сегодня у нас такой-то день такой-то праздник и на сегодня у нас запланировано вот столько-то различных событий в течение дня как это сделать но давайте рассмотрим вначале мы создадим типовую экранную форму который будет отображать любые данные а потом поменяем несколько ее настроек вручную так чтобы отображались там только данные за сегодняшний день и имела это все некий вид который как правило присущ окнам с различными сообщениями предупреждениями и так далее рассказываю по порядку что мне для этого понадобится значит для таблицы календарь я хочу сделать форму который будет показывать мне только один день с текстом о том событие которое сегодня как раз у нас запланировано весь день ну и можно здесь же вывести и список всех событий по времени дополнительно тоже в этом же окне много места она не должна занять поэтому надеюсь что получится это будет некая форма с подчиненным списком с табличкой которые можно получить буквально одним щелчком мыши на начальном этапе где-то очень просто все закрыто выделена таблица календарь на вкладке создания я нахожу и нажимаю кнопочку формы кнопка формы буквально один щелчок и у нас access умеет создавать в этом случае типовую форму имеющий вот такой вид но очень широкая я сделаю сейчас немножко поуже а то не помещается на экран у меня все это значит вот такая форма которая показывает 1 января новогодние каникулы выходной но внизу есть кнопки которые позволяют переместиться ко второму 3 января и так далее если не поленюсь и долистаю до сегодняшнего 16 числа то я увижу еще что она 16 кроме семинара это общего события на весь день напоминалки такой запланирую еще вот такое количество дополнительных дел принципе эта формочка у меня в общем то уже может быть используя для работы но с некоторыми изменениями усовершенствованиями во первых я хочу сделать более компактный то есть вот хватает мне в ширину вот таких окошек пожалуйста а дальше пояснительный текст вот этот можно спокойно подправлять как угодно то есть дата у меня такая-то текст сообщения просто напишу сообщение здесь как это назвать какой просто заголовочек еще сегодня на нее носил вот такая вот напоминалка на сегодня хорошо форму и тут надо сохранить потому что пока ее у нас базе данных не появилась я еще ни разу не сохраняется сохраняю называю форму с буквой f что ли назвать форма все окей ну и если теперь эту форму закрыть в следующий раз она будет двойным щечком открываться точно такая же на первом января и позволять мне листать это все дальше на любую дату естественно мне это не нужно не нужно чтобы эта форма показывать только одну текущую дату сегодняшнюю и ничего более это сделать не проблема для этого нам потребуется теперь уже в этой созданной формы померять ряд настроек заранее проговорю какие-то настройки начну во первых поменять источник данных источник данных формы у меня а будет из всей таблицы брать только текущую дату то есть одну запись это можно добиться если мы в запросе поменяем условия отбора ну а второе что я еще здесь же сделаю свойства формы это сделаю эту форму всплывающим окном не распахнутым на весь экран и поменяю ряд ее настроек стандартных потому что например если меня эта форма будет отображать только одну строчку одну запись таблицы зачем мне вот эти кнопки которые позволяют переходить туда-сюда они не будут активными в любом случае их можно все подключать мне не нужно будет там много других вещей которые например появляются в стандартных окнах это какие-то полосы прокрутки и прочие прочие элементы но это я по ходу сейчас расскажу поэтому что я делаю теперь для этой формы я ее открываю правым щелчком мыши в режиме конструктор правый щелчок конструктор формы для того чтобы ну во первых размеры и сделать гораздо компактнее в ширину ничего лишнего вот такая вот маленькая форма и добраться до ее свойств свойства форма можно вызвать так находясь конструкторе в любом месте правый щелчок и предпоследняя команда свойства форма вот открыл окно свойств я вижу здесь свойства форм а в этом окошке свойств формы я переключаюсь а вот сюда на закладку данные где у меня находится свойство источник записей вот источник данных она корректнее было бы назвать это источник записей источник записей именно так называется это свойства у нас в конструкторе форма источник записей на сейчас у меня источником записи является целиком вся таблица т-календарь я хочу чтобы это был запрос который из таблицы берет только текущую дату что делаю вот в конце у меня здесь кнопка с многоточим видно вам ее а если нет то я могу немножко окошко поменять в размерах чтобы это было заметнее вот эта кнопочка и дальше нажимаю на нее я попадаю в построитель запросов делаю вот такой запрос беру из таблицы календарь все ее три поля календарная дата выходной текст сообщения на дату задаю условия что она равна текущей дате это функция которая у нас во всех версиях называлась всегда дэйт вот так вот но начиная с 2003 года в русской версии переименовали назвали по-русски да вот мне сейчас ее переделал в такой вид что будет если я посмотрю на результат работы этого запросика кнопка режим я вижу что мне берет только 16 января и сей большой таблицы что собственно не нужно поэтому когда это закончил не сохранить как а закрыть за команду сохранить и сквей строку у меня теперь если посмотреть свойствах формы источник записи это некий и сквей запрос с данным условиям ну вот этот запросик там как раз содержит условия можно его открыть команды масштаб вот так вот увидеть генерироваться автоматически вот такая сквей строка покажи мне только сегодняшнюю дату отлично и теперь эту форму я запускаю для просмотра ведь и он мне показывает сегодня 16 января только вот эту одну запись других данных никаких нету ну там пустая какая-то еще запись которую надо отключить это еще с как раз планирую отключить нормально все это получилось как я и предполагал но запусти эту форму я завтра мне будет показывать данные за 17 число за 18 и так далее есть у нас такая штука и теперь менее важные настройки я также сделаю источники записи мы настроили а теперь делаю это окошко всплывающим и модальным окном всплывающее модальное окно это значит оно будет появляться не на весь экран а плавающим поверх и не занимающий такое большое пространство здесь вызываю опять конструктор вызываю правым щечком свойства формы закладка другие две настройки всплывающее окно и модальное окно надо включить да да после этого я сохранюсь и закрою форму чтобы с нуля продемонстрировать как теперь она будет выглядеть двойной щелчок по форме видите какая она вот это как раз и есть всплывающее окно то есть она плавает поверх а модальность этого окна заключается в том что пока его не закроешь больше ни с чем в базе данных я работать не могу но это как окно сообщением об ошибке принципе в этой форме она просто в этом случае сделать кнопочку закрытия не крестиком отдельной кнопкой окей но прежде чем эту кнопку идет я хочу запретить в этой форме менять размеры формы чтобы она была фиксированного размера кроме этого отключить полосы прокрутки и вообще запретить ее эту форму сворачивать разворачивать то есть даже кнопочку крестик я могу заблокировать а заменить ее кнопкой окей который сделаю здесь где-нибудь отдельно это делается так переключаясь опять в конструктор и дополнительные настройки я уже упомянул всплывающее модальное окно настройки а теперь мне нужно настроить тип границы кнопки навигации и прочие подобные вещи показываю где это теперь это у меня свойствах всей формы не на вкладке другие а на вкладке макет тут давайте остановлюсь немножко сориентируйтесь свойства формы макет это то что отвечает за внешний вид и я здесь говорю меня интересует в первую очередь тип границы тип границы изменяемые вот я меняю размеры окна сделайте тип границы окно диалога и тогда вас эта форма не будет не уменьшаться не увеличиваться в размерах не сворачиваться разворачиваться на весь экран то есть это диалоговое окошко дальше область выделения это слева поля которые обычно никому не нужны выключаю кнопки навигации это кнопки вперед-назад перехода тоже отключаем и полосы прокрутки также отключил вот такая штука кнопку закрытия окна можно и и закрыть отключить но пока не буду смотрю что получилось сейчас сохранить только запускает эту форму вот теперь эта формочка у которой свернуть развернуть кнопки вообще отключены размера менять невозможно еще надо запретить в этой форме менять данные что мне тут ничего не портили все кто случайно сюда зашел это отдельная настройка которую сейчас опять в конструктор надо переходить не так как бы теперь перейти тут вот вот так этом закладки данные вот здесь я запрещаю добавление удаление и изменение каких-либо данных в этой форме чтобы случайно мне там ничего не подправили не попортили и тогда эта форма будет выглядеть так что зайти если зашел а вот поменять какую-то информацию нигде не могу данные меняются в таблицах которые пользователю как раз трогать не нужно их можно не показывать все отлично это у меня получилось ну и кнопочку окей я добавлю здесь так как это не надо программировать самому то мне несложно сделать такую вещь внизу вот здесь нарисовать просто мастером кнопку вот с есть такая штука мастер кнопок сам программирует за нас макрос рисую кнопочку мне нужно действие работа с формой команда закрыть форму это стандартное действие далее а что далее а дальше я говорю а мне это нужно либо надпись написать на кнопке либо картинку использовать ну давайте текст напишу там не закрыть форму а просто окей на этой кнопке и далее кнопка 13 либо кнопка окей это уже не принципиально название как здесь сказано не важно для новых версий все вот она эта кнопочка окей будет мне где-то внизу там расположена для закрытия данного так еще раз проверю как эта штука работает сохранился пожалуйста выскочила напоминалка за сегодня окей закрылась напоминалка вот мы с вами подготовили соответственно экранную форму для вывода сообщений есть такая штука для сообщений которые появляются по времени то есть из таблицы событий можно сделать аналогичную формочку но давайте я это оставлю на потом если будет время и желание то это аналогичным образом можно проделать можно сделать чуть иначе там разными способами значит это примерно такой же подход мастером создается в один щелчок типовая форма и потом аналогичные настройки мы дополнительно и делаем есть там хорошо значит на этом этапе мы с вами выполнили следующие шаги календарь подготовлен форма для отображения сообщений из календаря создана теперь нужно чтобы эта форма появлялась автоматически самая простое сделать это при запуске файла базы данных при открытии рабочей базы данных то что для этого даже не требуется никакого программирования это настройка тоже считается простой типовой и я ее как раз так продемонстрирую автоматическое открытие формы при запуске базы данных сделать это можно на самом деле двумя путями настройкой специальных параметров базы данных xs или программирования max.sub.exe я покажу первый вариант для начала который программирование не требует а заключается он а в использовании следующей команды вы заходите в xs в меню файл параметры и находите здесь раздел текущая база данных вот в этом разделе текущая база данных есть свойство под названием форма просмотра вы можете вашу любую из форм сделать стартовой формой и без всякого макроса она будет запускаться при открытии файла базы данных автоматически сколько раз открывать будете за сегодня эту базу столько раз в начале будет появляться данное предупреждение по моему очень просто как раз это сделать поэтому форма сегодня у меня он будет настроена как стартовая окей но мне говорят чтобы это сработало надо закрыть и заново открыть базу данных ну естественно как еще это проверить поэтому я файл база данных закрываю и пробую открыть его по новой вот он майк календарь запускаю базу данных пожалуйста открылась база и выскочил эту напоминалку я прочитал сказал окей в следующий раз она уже сама не появится это надо самому двойным щелчком запускать либо программировать какую-то кнопку еще дополнительно либо опять таки при следующем открытии база данных но если я каждый день с утра открываю базу для работы у меня это напоминалка гарантированно текущие за эту дату и выскочит ну пожалуйста появилась хорошо значит этот вариант мы рассмотрели и попробовали теперь убедились как это работает а вот второй вариант как сделать то же самое с макросом автоэкзек но там будет программирование необходимо и здесь хоть и не сложный макрос но нужно будет дополнить какие-то вещи обсудить вот это давайте я объясню поподробнее дело то что программирование макроса автоэкзек данном случае мы можем сделать таким образом либо в нем запрограммировать команду открой мне ту же самую форму но это мало чем будет отличаться от предыдущего решения а при этом какой-то дополнительный макрос придется создавать либо я могу сделать это так без всяких форм то есть макрос автоэкзек будет напрямую брать из таблицы только сегодняшнее сообщение и дальше выводить его на экран в стандартном типовом окошке к сожалению стандартное типовое окошко оно не особенно интересно это просто сообщение и кнопочка окей но без всяких прикрас то есть если в своей форме я могу сделать любой фон там любые размеры сам настроить как угодно дизайн то здесь будет типовое такое неинтересное серое окошко но тем не менее хочется попробовать это сделать а для этого нам понадобится познакомиться с функцией DLOOKUP функция DLOOKUP делает следующее позволяет напрямую обратиться к данным какой-то таблицы прямо в любой формуле в любом выражении и вывести информацию о содержимом того или другого поля но так как у меня поле это столбец в котором много значений надо ограничиться еще неким условием отбора чтобы это была только одна строчка а одна запись соответственно одна ячейка напоминает функция DLOOKUP на работу Excel функции VLOOKUP или VPR в русской версии то есть вот так это выглядит собственно поэтому ее не очень-то часто применяют и в XS из-за того что так же как и в Excel это достаточно медленная тормозная функция но тем не менее я хочу показать что ей можно воспользоваться преимуществом будет отсутствие необходимости создавать дополнительные формы можно вообще в одном макросе все это сделать прям из таблицы макрос берет нужно текст и выводит на экран стандартным сообщением но есть и недостаток что это медленнее и не так красиво как если воспользоваться стандартными заготовками которые у нас есть но давайте я прям буду делать сразу этот макрос и по ходу дела рассказывать про функцию DLOOKUP значит DLOOKUP давайте я наверное так прямо здесь буду заготовочку писать которая мне понадобится значит эта функция работает следующим образом значит в начале ее название идет DLOOKUP потом первый аргумент это название поля из которого я беру данные у меня это будет текст сообщения значит так где у меня там текст сообщения соответственно в таблице находится в таблице календарь это я сейчас конструктор открою вот поле под названием текст сообщения отлично это будет первый аргумент записываться в кавычках второй аргумент если у вас русская версия то будет через точку запятой вставляться имя таблицы из которой берется это поле таблица называется ткалендарь хорошо напечатаю вручную не поленюсь ткалендарь и третье это как раз условия отбора по которым мы выбираем одну единственную ячейку а не целый столбец значит условия у меня будет следующее в таблице календарь поле календарь равна текущей дате вот этот календарь я тоже могу скопировать значит у меня там будет дальше продолжение такое тоже в кавычках да что ж такое где у меня кавычки а здесь точка запятой календарь равна сегодняшней дате вот этой функции дейт вот собственно вот такого типа выражения мне необходимо как раз будет поместить в макросе автоэкзек макро команду окно сообщения сейчас я это и собираюсь делать давайте каким другим цветом это у меня будет здесь показано вот такая вот фраза там начинаешь со знака равенства попробую получится или не получится сразу будет очевидно но тут если какие-то опечатки могут помешать вот например лишний пробел вот этот может помешать а и я забыл закрыть скобку ну если бы это я делал не в тексте а именно в макросе он бы мне сразу об этом напомнил так ну что ж иду делать макросы так делаю я следующее захожу на вкладку создание и макросы в вижу в Это вовсе не это гораздо более простой инструмент в русской версии это вообще набор команд на русском языке вот на вкладке создание в конце кнопочка макрос я создаем макрос который будет состоять из команды под названием окно сообщения прям пишу здесь вручную название этой команды Вот оно появилось. В принципе, там можно было выбирать самому из списка названия любых команд, которые здесь доступны. Это все, что макросы у нас умеют. Но в данном случае вот макрокоманда окно сообщения. Текст сообщения, который мне нужен, обязательным является. У меня будет этот текст не фиксированным текстом, а переменной информацией, подгруженной из таблицы. И как раз вот сюда я и должен поместить выражение, которое вот тут заранее подготовил. Я его думаю сейчас прямо скопировать, а если оно вызовет потом ошибку, но уже дальше анализировать. То есть, по идее, его надо было писать прямо здесь. О, ему уже что-то не нравится. Что-то он ему не понравился. Не пишет, что не понравилось. The lookup. А, не понравилось ему вот, что кавычки не хватает вот здесь. Открыть-закрыть кавычку здесь, открыть-закрыть кавычку здесь. А теперь, по идее, должно все нравиться. Ну, посмотрим. Что-то все равно пока не так. Он, наверное, запомнил какое-то ошибочное состояние. Вот здесь закрывающийся кавычки. Что ж такое в деле у меня. Вообще символы кавычек, я думаю, в Visual Basic стоит просто перепечатать. Двойные кавычки. Могут быть здесь другими значками. Ага, да. Судя по всему, на них он и возмущается. Ну, конечно, это не в PowerPoint пишется, естественно. О, все. Видите, ошибка исчезла. То есть, проще было писать прямо сразу сюда. Дальше. Сообщение. Это будет появляться со стандартным сигналом BIP, либо без него. Тип. Это маленькая иконка стандартная, которая будет появляться. Можно выбрать информационный. Ну, и заголовок там какой-нибудь, я не знаю, что-нибудь такое, там, напоминание. Вот такой заголовочек. Все. Сохраняя этот макрос. Название, предположим, макрос 1. И проверьте, как это работает. Далее, на щелчок по макросу, мне говорят, семинар по аксесс, напоминание. Правильно. Это что за текст? Это текст, который в календаре у меня за сегодня написан. В принципе, я написал семинар по аксесс и там, не знаю, какая-нибудь вечеринка. Вот так. То в следующий раз этот макрос мне бы вывел семинар по аксесс и вечеринка. Пожалуйста. Работает, подгружает, подтягивает. Но сообщение. Сообщение в данном случае стандартное. То есть, вот это вот диалоговое окошко. Я могу менять только переменные, делать текст, заголовок. Ну и какой-то выбирать или не выбирать иконку. Зато я не рисовал никакой формы, когда этого делал, не настраивал. Здесь ничего. Вот. Значит, вопрос, Александр, вы говорите, куда вставить код? А какой код? То есть, на VBA именно? Ну, в данном случае, в макросе можно вызывать ссылки на какие-то программные вставки, написанные на VBA. Это делать отдельные макрокоманды. Она называется, насколько я помню, запуск программы. Вот. Запуск программы и ссылаетесь на функцию Visual Basic. То есть, ну, это надо заранее, чтобы она была создана, хранилась в модуле, и на нее потом даете ссылку. Ну, а так, это независимые вещи. А вот это? А никакого программного кода нет. Это он и есть. То есть, вот мой программный код. Дело в том, что макросы, которые используются в XS, ничего общего не имеют с макросами Word, Excel и так далее. Это свой собственный инструмент программирования. То есть, свой собственный редактор. И вот это и есть программный код. Не, ну, на самом деле, там несколько хитрее. Дело в том, что, начиная с 2010-й версии, Microsoft программный код этот описывает внутри, как некий XML-код. Но он нигде не требуется именно не для программирования, не для каких-то других операций, а для внутреннего описания где-то там в базе данных используется. Хорошо. Ну, а теперь вопрос. Чтобы этот макрос срабатывал автоматически, я могу сделать следующее. Я этот макрос переименовываю. Вместо названия макрос 1 называю его именем AutoExec. Это специальное, зарезервированное в базе данных имя, которое позволяет макрос запускать на автомате при открытии базы данных. А значит, смотрите, что я делаю. Я говорю, так, а давайте-ка у меня будет эта копия. Я сделаю и просто макрос 1 и назову латиницей AutoExec. Так, лишняя буква. Вот так. И теперь посмотрите, что произойдет. Я запускаю, закрываю базу данных. При открытии этого файла повторно. Мой календарь, да, вот он. Пожалуйста, сработала настройка начального запуска базы данных и сработал макрос автоэкзек. Но можно было бы сейчас обойтись и без стартовой формы. Почему? Да потому что я могу в макрос автоэкзек поместить команду «Открой мне форму сегодня». И таким образом будет не нужна нам вот эта вот сложная фраза формула с поиском информации. И кроме того, мне не нужно будет в этом случае никаких дополнительных настроечек параметров базы данных. То есть тоже вариант. Собственно, наверное, я так и поступлю. Текущая база данных. Форму просмотра отключу. Не нужна мне, например, эта просмотровая форма. А сюда добавлю команду «Открой мне форму сегодня». Это, кстати, тоже очень просто делать. В открытой в конструкторе макрос автоэкзек я просто возьму и перетащу имя этой формы. Он мне добавит это как команда «Открыть форму сегодня». Вот настолько здесь просто выглядит программирование, то есть и редактирование текста программы, которые мы получаем. То есть вот будут срабатывать две команды одна за другую. Пробую, что получается теперь. Закрыл базу данных. При ее следующем открытии выскочил в начале вот эта вот напоминалка от макрос автоэкзек, что у меня семинар. Но пока я не закрою, следующая команда не сработает, так как это модальное окошко. А теперь окей, то окно закрылось, выскочило вот это окошко. Получается. Ну, собственно, это у нас как раз напоминалки, которые выскакивают, появляются только при открытии файла базы данных. И на ваш выбор, пользоваться макросом автоэкзек или делать какую-то стартовую форму. Но в случае, если вы именно программируете окно сообщения, то это только через макрос. Если стартовую форму, то, собственно, макрос здесь не обязательно вообще. Можно не использовать его. Будет срабатывать и таким. Отлично. Ну, а теперь я хочу предложить еще один вариант. Срабатывает у меня предупреждение, подтверждение события по времени. И вот это вот надо обсудить, как сделать. Значит, будет появляться формочка, которая будет показывать только, например, на текущий момент времени, что сейчас идет семинар или у меня уже пора переходить к обсуждению по моему здесь расписанию. Ну, ладно, обсуждение могу сдвинуть несколько попозже. Это мы потом поэкспериментируем. Значит, как это сделать? Ну, во-первых, это я должен точно так же подготовить отдельную формочку. Это будет быстрее, проще работать. А вот я поэтому это проделаю сравнительно быстро, так как уже такое сегодня было. Таблица события. Нажимаю кнопку форма. Дальше. Эта форма мне такую громадную не нужна. Пояснительный текст потом можно подправить. То есть для этих всех событий. Написать здесь лучше пояснение, что это текущее событие. Вот, и дальше в конструкторе. Внешний вид, я напомню, я делал такой. Это у меня всплывающее и модальное окно. Это у меня, соответственно, форма, которая будет тип границы. Окно диалога без прочих различных элементов. Здесь, ну, кнопку закрытия, там, можно сделать, можно не делать. И без возможности редактирования каких-либо данных в этом окошке. Все, отключаю. Ну, а форму саму сохраню F-событие. Ф-событие. Окей. Так. Все, вот она эта формочка события. Вот такая выскакивает. Текущее событие. Но, чтобы это было именно текущее событие, надо задать условия. Мы должны попасть в диапазон времени. То есть, у меня сейчас не с 11, с 10 до 11, а уже там после 18-35, куда я там попадаю. И эта настройка, напомню, опять у нас задается источник записи всей формы. Там условия будут чуть-чуть посложнее. Надо будет условия сделать и на сегодняшнюю дату, а то у меня, может быть, вчерашние события есть какие-то, и на, соответственно, время текущее. А значит, потребуется функция Date и Time. Дата и время. Так, источник записи. Чик. Сюда захожу. Значит, вот у меня, пожалуйста, выводится информация обо всех полях, но с условием, что дата календарная текущая. То есть, только Date равная сегодняшней дате. А время будет таким образом задаваться. Я напишу здесь выражение функция Time. Текущее время. Можно, поментаемся. Текущее время. И текущее время будет попасть в диапазон время начала, время оканчивания. Это условия битвин. И там в квадратных скобочках только надо будет написать имена полей. А то программа, боюсь, меня не поймет, если я их не упомяну. Значит так, время начала. А, вот есть подсказка все-таки здесь. И время оканчивания. Это можно не выводить на экран. Можно оставить, без разницы. Проверю. Вот сейчас у меня в режиме таблицы показывает только одну запись, которая попадает как раз в соответствующий диапазон. Отлично. Планируемые вещи работают. Закрываю данную штуку. Так, так, так. И проверяю. Форма события. Пожалуйста, показывает сообщение, обсуждение должно идти. Ну а если я поменяю информацию в календаре событий. Значит говорю, давайте у меня будет семинар идти до 18.45. А уже с 18.45 я начну обсуждение. Тогда, пожалуйста, события, семинар. То есть время отслеживается. Так, соседи нам тут с другого этажа озвучивают немножко. Отлично. Ну а теперь вопрос в том, как сделать, чтобы эти сообщения у меня появлялись в процессе работы с каким-то интервалом времени. То есть у меня, например, каждые 10 минут может возникать новое событие. Я должен увидеть эту вещь. Сделать это можно так. Для этой цели мне необходимо запрограммировать специальное событие, которое называется таймер. Событие таймер – штука, в общем-то, интересная, потому что оно срабатывает с указанным интервалом. Есть настройка свойства интервал таймера, которое будет запускать событие таймер и выполнять внедренный макрос с определенной регулярностью. А так как у меня там будет каждый раз то, собственно, одно, то другое, то третье сообщение, то есть меняется у меня событие по времени, то, в общем-то, меня это устраивает. В принципе, интервал таймера не задают очень часто. Дело в том, что он измеряется в миллисекундах, и поэтому можно запускать его в секунду тысячу раз. Но это подвесит любую систему, потому что не будет успевать отрабатываться все эти операции. А значит, если вам достаточно раз в 10 минут, чтобы какие-то оповещения появлялись, ставьте интервал таймера соответствующего размера. Ну, а если почаще, значит, тогда смотрите, чтобы это не блокировало работу с другими задачами в базе данных. Ну, как правило, нигде не рекомендуется ставить интервал таймера меньше, чем 100 миллисекунд. Это слишком уже часто, и поэтому не будет отрабатываться даже простейшие операции с такой частотой. Я думаю, что я где-нибудь поставлю, там, ну, долго ждать не хочется, секунд 10-15, и потом буду следить, как это будет срабатывать. Вопрос в другом. Где это поставить? Это событие таймер работает у нас только для формы, и поэтому это делается в специальной форме, которая в базе данных будет открыта всегда на протяжении всего времени работы с формой, всего времени работы с базой данных. Но, как правило, в базе данных это специально и делают такие формы, которые играют роль главного там меню, в котором собраны различные кнопочки для выполнения тех или других операций. И такую формочку я хочу как раз подготовить. Это делается уже без всяких мастеров вручную, потому что, как правило, это пустая форма, в которой выводятся только основные кнопки, и плюс она у нас все время открыта, а значит, в нее еще добавляют кнопку конец работы. Эту форму затем делают стартовую форму. Ну, это тоже кажется логичным. Вот, смотрите, я сделаю такую форму. Значит, я ее делаю так. Конструктор форм. Вот создание, конструктор форм. Пустая формочка. Сразу захожу и отключаю в ней на вкладке макет ненужные вещи, такие как полосы прокрутки, область, там, кнопки навигации, область выделения. Тип границы изменяем, и ладно, пускай остается. И добавляю в эту форму, ну, все, что мне может пригодиться. Это может быть просто картинка какая-нибудь с логотипом. Не знаю, правда, где взять, но сейчас какую-нибудь быстренько картиночку выберу. О, мне пингвины сегодня нравятся вот эти, предположим. То есть, вот это моя база данных. Вот здесь же у меня, пускай будет какая-нибудь надпись, что это мое главное меню. Размер базы данных. Ну, естественно, покрупнее размер шрифта и так далее. Здесь сделаю. Так. Здесь же, пускай у меня будут две формы, есть две кнопочки для их открытия вручную. Но, вообще-то, они у меня будут срабатывать по таймеру. Поэтому, просто так эти кнопки мне здесь ни к чему. Мастер генерирует мне действия для этих кнопок. Просто команда «Работать с формой», «Открыть форму». Вот форму сегодня, показать все, что там есть, написать «Сегодня». Готово. И вторая кнопочка «Событие», это можно было назвать кнопкой «Сейчас». «Открыть форму», «Событие», «Далее», «Далее», «Оншо сейчас». Так, две кнопки готовы. И третья кнопка будет «Конец работы». Тоже заготовка у мастера такая есть. «Приложение», «Выйти из приложения», «Выйти из приложения», «Выход из BD». Назову это так. Книпчик. Все есть, получается. Так, так, так. Ну вот, что-то вот такого плана у меня здесь будет. Значит, это форма. Сохраняю ее. Будет называться форма меню. Не знаю. Смотрю, как она выглядит. Вот форма меню. Нажимаю кнопочку «Сегодня». Пожалуйста, сегодняшняя напоминалка. Сейчас напоминалка только по текущему возникшему событию. Ну а выход из базы данных, он мне базу закроет. Ну а теперь надо, чтобы эта форма появлялась у меня автоматом при открытии базы данных. И я ее не закрывал до конца работы. То есть вот эту кнопочку «Крестик» я тоже заблокирую в этом случае, когда все закончу. Значит, это файл, параметры, текущая база данных. Вот форма меню у меня будет «Старты». Потом перезапущусь. Сейчас пока ни к чему. Ну и, собственно, теперь все, к чему я клоню. Эта форма остается постоянно открытой, пока я работаю с базой данных. В ней настраивается таймер. Он тикает каждый там определенный интервал времени. И запускает мне вот это вот действие. Такое же, как у меня по нажатию на кнопочку. То есть открой форму события. И покажи мне, что сейчас у вас вот такое-то текущее событие возникает. Сделать это не проблема, очень не сложно. Я в конструкторе показываю, где эти настройки. Это свойства всей формы в целом. И используется закладочка «События», в которой я нахожу два свойства рядышком. Таймер и интервал таймер. Значит, не будет работать у вас таймер, если интервал равен нулю. Поэтому начинаем мы с настройки интервала таймера. Ну, давайте мы сделаем, что таймер будет срабатывать каждый, например, 10 секунд. Ну, и реже будет просто долго ждать. Это надо будет написать 10 тысяч. Потому что, еще раз напомню, интервал в миллисекундах. Вот каждые 10 тысяч миллисекунд у меня будет срабатывать макрос для события таймер. И это так называемый внедренный макрос. Внедренный макрос создается следующим образом. Находите события таймер. В конце кнопочку с многоточием. Говорите, создаю макросы. Окей. Вот он макрос для формы, для событий таймер. Содержать будет он команду «Открыть форму». А эта команда… А я ее могу просто начать писать. «Открыть». Так, долго писать. Ну, ладно. «Открыть форму». «Открыть форму». Имя формы – это форма события. Можно было бы здесь дополнительно сделать условие, что не открывая форму, если сейчас нет никакого события. Но это… Ладно. Я на данный момент опущу такую вещь. То есть у меня предполагает, что события идут непрерывной чередой, одно за другим. А так, по идее, сюда еще «Если» добавить было бы неплохо. Ну и, собственно, все. Закрываю. Внедренный макрос. И теперь пробую, как это работает вот таким вот образом. Я совсем закончу работу с базой данных сейчас. Все. И пробую с нуля. Открывается база «Мой календарь». Семинар. Вечеринка. Это он мне выдает стандартные сообщения. Напоминалку за сегодня тоже стандартные сообщения. А потом через 10 секунд он мне сам… Вот, уже 10 секунд прошло, запустил. Что текущее время. У меня 18.47 на часах. Здесь с 45 до 19.00 идет обсуждение. Закрою это окошко. Через 10 секунд мне опять выведет то же самое сообщение. Потому что, собственно, вот он, пожалуйста. У меня так запрограммировано. Ну, а если время у меня будет другое, ну, другое сообщение будет появляться. Так что могу… Ой. Не, 10 секунд – это, конечно, очень часто. Как вы видите. То есть могу сам запускать это, а могу подождать таймера. Ну, вообще говоря, интервал для таймера, наверное, поставить стоит минуту или полминуты. То есть тогда будет это не настолько надоедливым. Ну, а можно фантазировать и на такую тему, что если я увидел такое сообщение, то можно в нем поставить отметочку «Больше не повторяй». То есть логическое поле в таблице дополнительно ввести. Да, не надо больше подтверждений, не надо этих оповещений. И у меня просто будет срабатывать услуга. Показывай только те сообщения, которые не отмечены галочкой. Если есть, ну, тогда не надо это запускать. Ну, и, наконец, еще один момент. Подобное сообщение, которое здесь появляется, можно закрывать самому, а можно сделать так, чтобы оно автоматически закрывалось с течением времени. Это тоже событие таймера. Вот я сейчас сделаю следующее. В этой базе, в этой форме, то есть я сделаю интервал таймера все-таки не такой большой, где он у меня в свойствах события. Вот здесь, ну, предположим, 30 секунд, а то и целую минуту 60 миллисекунд. Вот раз в минуту событие будет срабатывать с этим сообщением. А закрываться оно будет, ну, скажем, по прошествии 5 секунд автоматически. Это будет тогда можно сделать таким образом. Форма события тоже будет в конструкторе иметь настроенный интервал таймера. 5000 поставлю. То есть через 5 секунд, успею я за 5 секунд все прочитать? Ну, если нет, естественно, вы можете сделать и побольше потом. У меня будет происходить здесь действие. Событие таймер закрывает эту форму. Команда под названием закрыть. Не, закрыть базу данных не надо, это слишком. Закрыть. Что-то я лишнюю букву написал. Закрыть. Окно. Если не указано закрыть окно какого объекта, это речь идет о текущей форме. Поэтому остальные на строчке не обязательно. Закрыть окно, значит, закрывается вот эта самая формочка. Все. Окей. И это будет происходить через 5 секунд после ее открытия. Можно проверить. Вот я закрыл. А, вот открыл меню. Нажал кнопочку сейчас. Через 5 секунд оно само закроется. Что-то не знаю. А, вот. Но 5 секунд даже долго оказалось. Или через минуту у меня опять это сообщение появится само. И то же самое повисев 5 секунд закроется. Ну, минута это долго. Поэтому пока оно там думает, я могу таким образом подвести некоторые итоги получившегося здесь решения. Видите, мы можем с вами действительно вначале, создав таблицы с календарем событий, привязать к ним потом экранные окошки и запускать сообщения в них, связанные по условию с текущей датой временем. Ну, а с той регулярностью, которая мне нужна, настроив таймер. И не надо только делать интервал. Вот, пожалуйста, минута прошла, выскочила эта формочка. Не надо делать интервал таймера слишком частым. Либо, вот как у меня, да хоть 1 секунда, хоть 5 секунд. Но я закрыл форму, все, этот таймер аннулировался, у меня не работает. А вот эта форма, она раз в минуту у меня продолжает запускать те же самые окна, пока я все это не закрою совсем. Ну, а закрыть эту форму меню мы можем кнопочкой выйти из базы данных. Это закрывается целиком файл. Вот, собственно, пожалуйста, что у нас в результате получилось. Значит, интервал таймера напишу здесь миллисекунды. Так, миллисекунды, по-моему, 2L, если я не ошибаюсь. Так, ну что ж, собственно, вот это и хотелось сегодня показать и рассказать. Ну, и что хочу сказать в заключении. На самом деле, это была взята просто отдельная, ни с чем не связанная в наших учебных курсах тема. Но для того, чтобы подобные вещи спокойно планировать и делать для любых задач, естественно, нужно с возможностями баз данных access познакомиться более детально и подробно. И в последнюю очередь надо разобраться с планированием таблиц и созданием различных запросов, в том числе и SQL-запросов, которые в макросах бывают очень необходимы. Это у нас как раз идет тематика на курсе Microsoft Access второй уровень. Там мы и разрабатываем схему базы данных, планируем таблички и говорим о самых разнообразных запросах, которые могут потребоваться в том числе и при программировании, а не только при такой обычной работе, там через формы, через отчеты. Ну и третий уровень, там более детально настройки форм, отчетов и как раз вот этот инструмент создания макросов. На других, правда, примерах не связанных с тем, что мы сегодня обсуждали, но тем не менее, может быть более актуальных для практических задач. Если интересно это, то можете найти расписание данных курсов у нас на сайте. Это, собственно, достаточно регулярно идет. И вот ближайшие три группы по второму и по третьему уровню я здесь таблички показываю. А так можно найти себе удобное расписание ежедневное или по вечерам, или по выходным дням, по субботам. И, собственно, если интересно, прийти, пообщаться уже и поучиться очно. Ну, либо в режиме вебинар аналогичным образом. Курсы, причем второй и третий уровень Аксесс одинаковые длительности, это три полных дня или шесть вечерних занятий, ну а по субботам, соответственно, шесть суббот. Что я говорю, три субботы. То есть тоже в таком режиме с 10 до 17. Вот, собственно, это что касается каких-то моментов дополнительного обучения. Ну и у меня остается несколько минут времени на ваши вопросы. Если есть что обсудить, то, пожалуйста, я готов где-то кратко на них ответить. Возможно, есть какие-то еще интересные пожелания, что бы хотелось услышать любопытного в наших будущих семинарах. Потому что, в принципе, у нас регулярно проходят подобные встречи. И, собственно, каждый раз придумаешь какую-нибудь интересную тему, которая нигде еще не звучала и которая была бы вот так вот интересна всем. Да, пожалуйста, ваши вопросы. Ну и, собственно, файлики, которые я сегодня демонстрирую, показываю, я их точно так же в архиве положу в личный кабинет. Если не получилось попробовать попрактиковаться, вы сможете их оттуда скачать и поработать с готовым получившимся решением. То есть вот этот мой календарь, я его тогда как-нибудь переименую под названием готово. ОК. И в таком виде это будет работать. Единственное, чтобы это точно работало, надо включить содержимое. То есть не все макросы у меня здесь безопасно запускаются. Так, пожалуйста, сегодня он мне говорит, вот такие у нас мероприятия. Сейчас вот идет пока еще время обсуждения. И само закрывается, что тоже приятно в некоторых случаях. Да, ну что, какие-то вопросы есть? Нет пока, да? Хорошо. Ну что ж, тогда спасибо за внимание. Я напомню, с вами был Завьялов Андрей Николаевич. Я жду вас у нас на подобных семинарах или на занятиях в Центре специалистов. Приходите. Будем продолжать не только заочное, но и очное общение. Ну и что еще хочу сказать, следите за новостями, так как у нас, как правило, много новых курсов появляется после подобных семинаров, общений, каких-то дополнительных интересных вопросов. У нас, собственно, есть курсы по программированию в среде Excel, но в данном случае это немножко другая тематика. Visual Basic в XS это не единственный инструмент программирования, здесь есть и свои собственные макросы. Так, по поводу рекомендуемых курсов, почему оффлайн? Нет, не только. У нас по всем этим курсам возможны варианты и обучения очного, и в режиме вебинара, вот примерно так же, как вы сейчас со мной общаетесь. То есть это у нас на самом деле только редкие какие-то технически сложные курсы, мы не читаем онлайн. В данном случае, если у вас на компьютере установлен Microsoft Office, то, в принципе, больше ничего не надо, а можно спокойно, полноценно учиться удаленно. Хорошо. Ну, что ж, всего хорошего, успехов к вам, и если что, еще можем столкнуться, пересечься на наших курсах при обучении или на аналогичных бесплатных семинарах. Не пропадайте, если будут какие-то интересные идеи, пожелания, можете писать мне на электронную почту, в принципе, я тогда учту при планировании следующих семинаров, какие темы можно там было бы осветить. Продолжение следует...